здравствуйте друзья мы находимся на стримфесте у нас очень много интервью с замечательными стримерами стримфест только-только еще официального открытия нет у нас есть тобой 9 минут на интервью должно успеть это ютон играешь в какую-то гринделга шутера галик вот все вот вместе связанная называется игра надо бежать старкова по сути ты представлял ты представитель частной военной компании которая находится на территории конфликта у тебя руководство уходит соответственно не выходит на связь и остаешься сам по себе тебе надо как-то выходить на связь с местными жителями как-то соответственно них зарабатывать репутацию они дают тебе задание ты ходишь что-то им достает что-то выполняющих поручения так да соответственно в том что возможно реализовывать любые тактические решения какие ты хочешь там очень много свободы действий и можешь либо по стелсу играть либо опять же рашить все зависит ты можешь полностью реализовать свой игровой стиль такой вопрос там можно много лутать и это довольно большая часть игры хорошо я знаком по твоим стримам старкова исключительно по клипам нет бывает что захожу сутрица когда мы еще не пересекаемся по трансляциям и и ты сосредоточенным видом бежишь куда-то в ночь с тепловизором отстреливаешь ботов насколько я понял потому что люди так себя не ведут ботов игроков игроки иногда попадаются если попадаются то в основном серьезные важно на ночной рейд идут все-таки мало кто неподготовленным идет ночной рейд потому что там больше опасности он в себе таит да идешь и убиваешь ну да пытаясь выжить по стилю не было похоже что ты пытаешься сильно выжить когда как и все зависит от того какое у меня снаряжение сейчас примеру я не просто играю у меня последний год игра связана с челленджами там есть что-то типа сезонов так да и на сезон ставим какие-то опять же условные ограничения что-то я могу использовать что-то не могу и внутри игровое и это усложняется по своему игру сейчас к примеру если я умираю то все броню и оружие которое у есть в на складе все что надо там есть склад в убежище убежище ты это должен ошибаться где-то жить да и это убежище обустраиваешь соответственно есть улучшение его я его удаляю и мне надо соответственно у меня первоначальная задача найти себе оружие и потом уже выполнять следующие задачи так интереснее у меня тоже сейчас добавляет контента добавляет реиграбельности бесконечно хорошо кроме таркова что ты играешь а сейчас опять же скет уже упоминал black for blood я очень долго ждал проект я вот в декабре была закрытая бета я его увидел а геймплей там вас соответственно было кажется 1 2 локации чисто и немного поиграть удалось 5 числа поздно вечером открыли эту соответственно ранний доступ я зашел там буквально три часа без компании вот соответственно одиночка но не на последней сложности пока хотя бы ознакомиться с геймплеем надо потому что тупо идти умирать не знаю что чего делает это плохо что планирую по возвращению еще поиграть успеть плюс открытая бета будет с двенадцатого по шестнадцатое число там опять же целые выходные можно будет наиграться также помимо шутеров на канале бывают виар игры тот же знаменитый клипчик с алюксом разбитый люстры я думаю все его ноги видели я его кстати недавно перепроходил алюкс тоже запись не было там проблем была с ютубом когда только начинал мне запись соответственно не давали там проблемы с подтверждением телефона были вы там вообще с регистрации плохо все такие дела хорошо если умирает от читера там есть читеров торговых много да так как игра популярна на западе и есть варианты монетизации игровых предметов но далее привлекает игроков например какие 4 чего там только нет и летающие я дискорде стримеров по таркову увидел и летающих стримеров и стримеров которые лутают через стенки а им даже двигаться и на ли китайцы вообще умелые ребята и там китайцы то же самое соответственно стрельба через стенку это это знаешь верхушка айсберга или волка какой-нибудь которые вскрыли были и единичные случаи того как вскрывают защищенный контейнер это у каждого человека есть защищенный контейнер в котором он может что-то спрятать что она останется даже после смерти вот и их вскрывали были даже четыре которые позволяли этот защищенный контейнер бесконечно увеличивать тоже так и такая история была но все это активно опять же вычисляется все это активно закрывается но все равно это постоянная борьба которая бсг ведет ну хорошо нам постепенно нужно закругляться на сожалению и потому что скоро будет церемония открытия на последок что-нибудь скажи так товарищи если не сложно скиньте передать привет никите буянову кстати никите буянову никите буянова только через пиарова сегодня там будет комьюнити митинг а его самого не будет в лектории там 17 часов его расписанию тут если честно не в курсе что что кроме какая еще дополнительная движуха будет кроме дискуссионной панели среди стриме стриминговых платформ где мы будем принимать участие церемонии открытия наверняка что-то много чего интересного где-то поет где-то танцуют где-то рэп читают вот спасибо большое тебе за интервью может еще пообщаемся и напоследок что-нибудь если хочешь сказать скажи подписывайтесь заходите на канал и я поймать трансляцию с утра довольно сложно и почему-то там на 1 но да но встать с утра надо проснуться понимаешь с работу зайти а мы побежали спасибо пока